Как изменить количество оперативной памяти на примере ноутбуков HP и Lenovo? Понадобится крестовая отвертка. Ноутбук отключается от сети, переворачивается на другую сторону и у него снимается аккумулятор. В ноутбуке Lenovo ThinkPad нужно открутить маленькой крестовой отверткой шуруп вот здесь. Одна планка оперативной памяти находится здесь. Выглядит она вот таким образом. Вторая планка оперативной памяти находится с противоположной стороны, со стороны клавиатуры. Ее сложнее снимать и устанавливать. Я покажу на примере оперативки, которая находится здесь, в близком доступе. У ноутбука HP нужно снять заднюю крышку целиком. Для этого открутить шурупы здесь, здесь, здесь и здесь. Тоже с помощью крестовой маленькой отвертки. Здесь две платы оперативной памяти находятся рядом друг с другом. Это одна, это вторая. Вытаскивается и устанавливается оперативная память во всех компьютерах похожим образом. Нужно фиксаторы, которые находятся по бокам, раздвинуть в разные стороны. Этот в левую сторону, этот в правую сторону. Одной рукой это, конечно, не очень удобно делать. После того, как фиксаторы ушли в сторону, микросхема с памятью поднимается наверх, и ее можно вот таким образом аккуратненько вытащить. Все, готово. Одна планка снята. Это планка с памятью, размером, объемом 1 гигабайт. На ней вот здесь вот написано. Теперь покажу, как оперативная память вставляется. Аналогичным образом, сначала внутрь и теперь от себя. Фиксаторы закрылись и встали на свои места. И еще раз покажу. Плата установлена. После замены или установки оперативной памяти, нужно попробовать загрузить компьютер и проверить то, что это получается сделать. Если компьютер не загружается, появляется черный экран, то это значит то, что плата с памятью как-то не очень хорошо встала. Нужно попробовать ее вытащить и вставить еще раз. Это редко бывает, но у меня один раз было. После загрузки компьютера количество оперативной памяти можно узнать в информации об устройстве. Здесь это первая строчка, память и 7,7 гигабайт.